Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Как криминальный авторитет, вор в законе Осетрина-младший, бесследно исчез в российских тюрьмах после конфликта со спецслужбами. Криминальный авторитет Сергея Сатрян, известный в криминальных кругах как Сережа Бентли, или Осетрина-младший, оказался в центре громкого скандала. Он получил 10 лет лишения свободы по антиворовской статье и попал в знаменитую тюрьму Владимирский Централ. Там у Осетрина начались проблемы с администрацией, и он рассказал адвокатам, что тюремщики пытали его током и громкой музыкой. Защитник отправился во Владимир на помощь своему клиенту и выяснил, что тот пропал. По мнению адвокатов, Сережа Бентли мог оказаться в одной из самых суровых колоний, став жертвой спецслужб, которые мстят ему за отказ сотрудничать. В подробностях его дело разбиралась лента. Ру. Сергей Осетриан приходится сыном Эдуарду Осетряну, Эдика Ситрина, одному из самых влиятельных воров в законе на всем постсоветском пространстве. Свою кличку Бентли Осетриан-младший получил по любимой марке его машины. Ему вообще нравилась красивая жизнь. Сергей решил пойти по стопам отца, и в 2008 году получил титул вора в законе, при этом к тому моменту, ни разу не побывав в местах лишения свободы. Этот недостаток в своем криминальном резюме Осетриан исправил в 2011 году, получив первую судимость за причинение тяжкого вреда, здоровью не самая почетная статья для вора в законе. Зато следующая судимость у Осетряна была, что надо, в 2017 году он получил 9 лет колонии особого режима за вымогательство у бизнесмена Карена Мхитаряна 1,2 миллиона долларов. По версии следствия, Сережа Бентли грозил коммерсанту расправой, а затем нанял группу неустановленных лиц, которые сожгли загородный дом Мхитаряна. Свою вину Осетриан не признал, он утверждал, что просто требовал у Мхитаряна возврата долга. Впрочем, доказательств у следствия хватило, и Сережа Бентли получил вполне солидный срок. Между тем его судили в Саратове, и находясь в местном СИЗО, криминальный авторитет явно не терял времени даром. Добившись признания, другими осужденными наличия у него авторитета в преступной среде, Асатрян Прим. Лентэру назначил своих доверенных лиц, так называемыми смотрящими в исправительных учреждениях Саратовской области, и инициировал акты массового нарушения режима содержания из сообщения прокуратуры Саратовской области. Вскоре после приговора, Сережу Бентли отправили на пересылку в СИЗО Нижнего Новгорода, где вора в законе ждали плохие новости. Туда пришел прогон, воровское послание, под которым подписались сразу восемь его авторитетных противников, в том числе влиятельные воры в законе Дмитрия Чентурия, Мирон и Василий Христофоров, Вася Воскрес. Этот прогон ставил под сомнение воровской титул Сережи Бентли. Причиной такого решения стала история, произошедшая еще 23 марта 2013 года. Тогда на воровской сходке группа криминальных авторитетов, в том числе Мирон, избила отца и сына Асатрянов. Избиение, особенно неотмщенное, является для вора в законе страшным унижением, именно поэтому противники Сережи Бентли заявили, что он лишен титула. При этом раскороновать его отца авторы прогона не рискнули. Полгода спустя, в апреле 2019 года, в УК РФ появилась статья 211 «Занятие высшего положения в преступной иерархии УК РФ», направленная против воров в законе и предполагающая максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. И хотя Сережа Бентли к тому моменту уже лишился титула, следователей этот факт ничуть не смутил. К ответу за татуировки. Исследовав все доказательства, Саратовский областной суд признал Асатряна виновным по статье 210-1 УК РФ и приговорил его к 8 годам лишения свободы. На тот момент сидеть по делу о вымогательстве, Сереже Бентли оставалось 3 года. Путем частичного сложения наказаний, он получил 10 лет лишения свободы. Первые 5 в тюрьме, а остальные в исправительной колонии особого режима. Между тем на процессе нашлось множество свидетелей, которые говорили о влиянии Сергея Асатряна в преступном мире и о том, что он не раз представлялся вором в законе. Но все эти рассказы относились ко времени до апреля 2019 года, когда была принята антиворовская статья, а закон обратной силы не имеет. Одним из любопытных доказательств по делу Сережи Бентли стали его татуировки, которые подвергли экспертизе. Из заключения криминалистов следует, что татуировка с пауком, ползущим вверх, она есть у Асатряна, означает, что ее носитель профессиональный преступник, который не намерен завязывать с криминалом. По мнению экспертов, восьмиконечные звезды на брюшке паука и на коленях означают, что данное лицо, занимает высшие положения в преступной иерархии. А восьмиконечные звезды на коленях Асатряна это зашифрованная фраза, никогда не встану на колени перед кем-либо. Впрочем стоит отметить, что подобные татуировки набивают, отнюдь не только первые лица преступного мира и даже небывшие заключенные. К примеру, иногда они встречаются у сторонников запрещенного в России экстремистского движения «Аристанское уголовное единство» АОЕ. Так что судить о ранге человека в преступном мире по татуировкам не вполне корректно. Тем более, эксперты выяснили, что свои татуировки Сергей Асатрян сделал не позднее августа 2010 года. К моменту, когда в УК РФ появилась антиворовская статья, им было почти 11 лет. Спектакль для адвоката. Как бы то ни было, в октябре 2021 года Сережа Бентли прибыл для отбытия наказания в знаменитую тюрьму Владимирский Централ. Там, по словам его защитников, Асатрян содержался в одиночной камере под постоянным видеонаблюдением, где круглосуточно из трех колонок одновременно играла музыка. Заключенный также рассказал своим адвокатам, что его пытали током и четыре месяца не выпускали на прогулку. В начале апреля 2022 года, после того, как защитники осужденного подняли шум, Асатряна увезли из Владимирского Централа в тюрьму Новосибирска, а затем в СИЗО Красноярска, где он пропал. Его адвокату Артуру Асламазову в изоляторе лишь сообщили, что заключенного у них нет. 26 апреля защитник отправился на прием в управление в СИН по Красноярскому краю. По словам адвоката, он попал к руководителю отдела по работе с организованной преступностью майору Амосову, тот сказал, что знает местонахождение Асатряна, но не сообщит его. Асламазов считает, что именно майор Амосов один из тех, кто замешан в давлении на его подзащитного. В поисках заключенного в начале мая адвокат Асламазов посетил СИЗО Ачинска, Красноярский край, но его не пустили туда. По словам защитника, 15 минут спустя после того, как он подал документы на свидание с заключенным, в СИЗО сработала тревога. К зданию приехали росгвардейцы и полицейские, которые перекрыли вход и якобы искали в изоляторе бомбу. Когда поиски завершились, Асламазову сообщили, что все кабинеты для адвокатов заняты. Сотрудники ФСИН просто спрятали Асатряна от адвокатов. Я понял, что он в Ачинске, по одному признаку. Как только я подал документы, чтобы попасть к своему подзащитному, в СИЗО начались учения. Я уже видел подобные спектакли во Владимирской области, таким образом просто прячут заключенных, Артур Асламазов адвокат Сергея Асатряна. 4 мая адвокат Асламазов, наконец, сумел встретиться со своим подзащитным в СИЗО Ачинска. Сергей Асатрян заявил, что насилие к нему не применяли следов побоев у него защитник также не заметил. Ачинское СИЗО должно было стать лишь перевалочным пунктом для заключенного. По правилам, в изоляторе он может находиться не больше 20 дней. А поскольку Асатрян приговорен к тюремному режиму, его сибирская Одиссея должна была продолжиться в тюрьмах Минусинска или Енисейска. Но 17 мая адвокат Артур Асламазов рассказал Ленте Ру, что его подзащитный исчез из СИЗО Ачинска, но так и не появился ни в одной из тюрем. Где Сережа Бентли находится сейчас, его защитникам неизвестно. Пошел на принцип. Почему судьба Сергея Асатряна в местах лишения свободы складывается, столь странным образом сегодня вопрос открытый. По мнению правозащитника Владимира Осечкина, все дело в том, что несмотря на происки противников и суровый приговор, Сережа Бентли сохранил свой высокий статус в преступном мире. И не исключено, что силовики захотели использовать этот статус в своих целях, но Асатрян отказался с ними сотрудничать. Как рассказал Осечкин в беседе с Лентой Ру, после того, как правозащитники рассказали о пытках в Саратовской тюремной больнице, в Саратов для разбирательства прилетели сотрудники Центральных аппаратов Федеральной службы безопасности, ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний, ФСИН, России. Сергей Асатрян был в очень высоком статусе среди заключенных, Саратовского УФСИН. Оперативники встретились с ним и с еще одним человеком, имеющим аналогичный статус в преступном мире, и заявили, что нужно заткнуть рот заключенным и угомонить их Владимир Осечкин правозащитник. По данным правозащитника, Асатрян отказался от сделки с силовиками, и тогда ему предложили круиз по всем пыточным зонам. В итоге заключенного отправили вначале в учреждение УФСИН, по Владимирской области, а затем в Красноярск. Спецслужбы мстят Асатряну за то, что он отказался быть их негласным секретным агентом, и вовремя не остановил заключенных. Те проявили солидарность, начали давать показания, и добились возбуждения, первых знаковых уголовных дел о пытках, в Саратовской тюремной больнице Владимир Осечкин правозащитник. В то же время Осечкин считает, что даже если бы Сергей Асатрян захотел как-то повлиять на заключенных, ему бы вряд ли это удалось, а история с пытками в Саратовской тюремной больнице, все равно прогремело бы на всю страну. Но тот факт, что в начале пыточного скандала на зэков не давили и не запугивали их, сыграл важную роль. Если бы Асатрян пошел на сотрудничество с ФСБ и в СИН, ему бы предоставили комфортные условия, хорошее питание и медицинскую помощь, а также телефонную связь. Но поскольку он сотрудничать отказался, то сразу же оказался в опале. Владимир Осечкин правозащитник. Сегодня защита Сергея Асатряна уже подала 6 исков КАФСИН, связанных с условиями содержания и насилием над их подзащитным в различных местах лишения свободы. Реакции от тюремщиков на эти жалобы до сих пор нет.